Ровно 75 лет назад, 5 декабря, советские войска начали контур наступление под Москвой. С сентября Красная Армия держала оборону столицы и готовилась нанести ответный удар. Свидетелей тех событий с каждым годом становится все меньше. В 116-й школе Самары сегодня провели уроки мужества, на которые пригласили ветеранов и непосредственных участников легендарной битвы. Мы знали, что и нас ждет, но защитить Родину нужно. Кроме учителей истории, нынешнему поколению школьников о Великой Отечественной рассказывают уже даже не деды, прадеды. Время идет, участников событий тех лет все меньше. Федор Алексеевич Глухих один из них. Шагал в этом строю на параде 7 ноября. Помнит, как люди осенью 41-го в панике покидали столицу. Как выстраивались зенитки по садовому кольцу, а женщины и дети копали траншеи. Ну для того, чтобы в одушевете женщины спрашивали, мы защитим Москву или нет. Мы не знали в общем то трагическое положение, но мы бодро отличали, что мы в общем-то встретимся с немцами, мы не отступим, умрем, не отступим, защитим Москву. Велика Россия, отступать некуда, позади Москва, скажет ставшую девизом для всей страны фразу герой Советского Союза Василий Клочков и бросится в бой. Подвиг 28 героев-панфиловцев и еще 7 миллионов человек, которые так или иначе помогали защитить Москву. В программу одного лишь урока мужества не вместить хронику боев, расстановку сил. Но главное, что память жива, пока помнит об этом каждое новое поколение. Тем более наша школа носит имя Панфилова, а он был одним из тех героев, которые защищали столицу, погиб у разъезда Дубосекова. И основателем нашего музея является попов Андрей Яковлевич, который служил командиром связи полка, панфиловской дивизии. И, возможно, видел непосредственно Панфилова и был с ним знаком. Нина Ванина, Сергей Костин, Новости губернии.